Сегодня казахстанцы могли наблюдать уникальное явление кроваво-голубую суперлуну. По данным астрономов, такого тройного сюрприза не было последние 35 лет. Полное лунное затмение наступило в 18 часов 51 минуту по времени Астаны и закончилось прямо сейчас. А еще сегодня спутник Земли можно было увидеть ближе в среднем на 8%. Но если вы пропустили это редкое явление, мы вам его покажем. И своими впечатлениями с нами поделится наш корреспондент Ардак Камал. Она наблюдала за затмением и суперлунием из астрофизической обсерватории Валматы и сейчас вышла с нами на связь. Ардак, добрый вечер. Ну расскажи, что тебе удалось увидеть в телескоп? Да, Скор, я под впечатлением. Надо отметить, что в обсерватории достаточно прохладно, но телескоп позволяет увеличивать картину до 150 раз. Так близко Луну я еще не видела. Сложно передать эмоции словами, но я постараюсь. Спутник приблизился к Земле на минимальное расстояние. Это совпало с полнолунием и полным затмением Луны. И Луна стала ярко-красного цвета. На самом деле это всего лишь лучи Солнца. Если много облаков, то они проходят через зимнюю атмосферу и становятся оранжевыми. Но казахстанцам повезло и они увидели ярко-красную Луну. Ученые говорят, что в следующий раз такое явление будет только в 2025 году. Следующий у нас будет именно в Алматы полное солнечное затмение. Оно, конечно, более редкое получается. В 2115 году. А лунное затмение в этом же году еще случится. Ордак, а как это уникальное космическое явление может отразиться на людях, на нашем здоровье? Да, Скорр, риск есть. Очень чувствительные люди могут испытывать головокружение, скачки давления и перепады настроения. Астрологи говорят, что сегодня открывается коридор затмения, который продлится до 15 февраля. Тогда будет солнечное затмение. В этот период, то есть в эти дни, астрологи советуют не принимать важных решений, не начинать новые дела, избегать дальней путешествий и не брать денег в долг. Давайте послушаем. Не идите в начало чего-то очень важного. Остановитесь, переждите и больше займитесь своим внутренним состоянием. А когда это влияние пройдет, то, кстати, даже будут дела быстрее решаться. Потому что энергия будет рассеиваться тяжелой. Мы будем вступать в такую хорошую энергетику, легкую. Мы это почувствуем. Ну а я добавлю, что за этим явлением наблюдали жители всех стран мира практически. Первым его увидели в западном побережье Соединенных Штатов. Кровавая луна зашла также над Индонезией, Малайзией, Израилем и другими странами. Также суперлуна пользовалась огромной популярностью и интересом среди жителей Азии. Китайцы скупили фотоаппараты с большими объективами, несмотря на то, что им будет видна только часть Луны. Ну а почему она пользовалась интересом среди американцев, можно объяснить тем, что такое событие у них было только 150 лет назад. В наших обсерваториях, как вы видите, немноголюдно. А зря. Повторяю, что впечатления непередаваемые. Оскар. Завидую тебе, Ардак. Кстати, я знаю, что кровавая луна – это лучшее время, чтобы загадать желание. И говорят, оно обязательно сбудется. О редком астрономическом явлении нам рассказал Ардак Камал.